Не как подхалимство, примите скромную благодарность за ваши интересные взгляды на такие важные вопросы. Спасибо огромное. Принимаю. Принимаю. Я изо всех сил держался за чужое и за то, что казалось мне своим. По финалу даже получил защемление нерва руки. Ужас. Мало того, что пальцы немеет, так еще и ограничено общение с маленьким сыном. Сейчас понимаю, что переманьячил и отпускаю ситуацию. Стараюсь успокоиться. Но с ребенком видеться жена, теща не дают. И защемление нерва не отпускает. Во-первых, увеличьте физическую нагрузку. Не в плане идти тяжести таскать. А вот где-то природную систему прогулок. Там немножко бега. Нужно запустить. Вы остановились в каком-то таком стрессовом внутреннем состоянии. Действительно хватучести такой. И вот ваша агрессия о том, что вы схватились, а вам не дают, она транслируется. Когда вы начнете ходить, можно чуть-чуть бегать на велосипеде. Ну, не знаю, как-то при помощи движения. Вот это гормональные, вот эти все блочные системы, или сетку гормональную, которая тело так спаковала, скрутила. При помощи физической нагрузки вы начнете немножко расшатывать. Идеальная система – это когда до пота, ну, часик там побегать по пересеченной местности, там, или хотя бы в парке. Ну, где-то вот буераки, косогоры, которые дают разгрузку, нагрузку, разгрузку, нагрузку, подъем, спуск. Тогда тело включается, о том, что местность меняется, нужно быть более внимания, происходит корректировка вашего тела, и оно начинает подавать дополнительные ресурсы вашей конечности, чтобы можно было удержаться там или еще как-то. Потом, когда вы с этим почухонечку это введете как привычку, вы просто измените отношение к своей маме, своего ребенка и к ее маме. Победить их невозможно, ну, вот просто невозможно. Чем больше вы туда будете биться, тем больше будете получать сопротивление. Значит, сначала нужно разобраться, они по какой причине так себя ведут. Значит, им нравится вызывать у вас определенные эмоции. От того, что вы с ними бьетесь, у вас ухудшается здоровье, значит, это кардинально неверные действия, которые на вас разрушительно действуют. Но вот с этим тоже нужно посмотреть, разобраться, что вы маньячите в своем собственном ребенке. Вы видите себя, у вас какая-то паника, какая-то тревога, какие-то переживания внутренние присутствуют, что они сделают с ним то же, что делали с вами. Одна история. Если вы понимаете, что вот есть какие-то недоговоренности, тогда нужно менять язык и пытаться подходить, потому что они в обороне, вы в атаке. Но вам плохо, потому что вы не имеете, вы как мужчина не имеете права атаковать свою семью, вам нужно ее защищать. Значит, ваш посыл, ваши отношения должны быть кардинально другими. Значит, у вас что-то не получается вовне. Это тоже задачка, с которой нужно справляться. Перевернутая система ценностей. Вот как только эта система ценностей, вы увидите, что вы как-то поменяли свой вектор наоборот, и перестанете в них пулять собственные стрелы там, или, я не знаю, что там еще, копья, а все-таки как-то станете более реализованным, более интересным человеком, я вас уверяю. Ну, не знаю, как насчет тещи, а жена ваша, ну, действительно, очень быстро измерит к вам вектор внимания, и, собственно говоря, найдутся эти точки соприкосновения. Мы не плохие, мы невежественные. Мы невежественные. Вот в чем весь вопрос. А невежество — это не знание. Невежество — это не умение, не желание учиться, потому что нас никто этому не учил. Но тогда услышьте меня, пожалуйста, каждый, да? Мы будем платить счастье и здоровье. Вот хотим мы того или нет. И только в одном случае, когда это все гармонизируется, на основании понимания, на основании видения своих неверных поступков, вот это родовые программы, вот эти семейные какие-то назидательные вещи, много разной информации, которую вам нужно учиться очень быстро воспринимать, говорят, сердцем, интуицией. Вот восприятием всем, вот всем своим телом, это ваше или не ваше, это приемлемо или неприемлемо, это вам нужно или не нужно. Но биться, особенно в семье, мужчина, который там что-то требует, вы понимаете, что вы их убиваете, вы нарушаете их безопасность, вы нарушаете их защиту, и они будут смотреть на вас, как на врага, от которого мало того, что нужно защищаться, так ему еще нужно причинить столько, чтобы он вообще остановился и не дергался. Попробуйте меня, женщина и мужчина, услышать. Если бы вы выбирали так из расчета чувственностей и договоренностей, то у нас бы не было бедных людей. Женщина, любящая своего супруга, мужа, партнера, она, а он, любящий ее, он никогда ее не предаст, он никогда ей не сделает плохо, и он всегда, она его всегда наполнит, и он всегда сможет это все применить, вернуть ей, и у них будут нормальные взаимоотношения. Все остальное начинается от убогости, от нашей недоразвитости, от слишком большой зависимости от социума, от чужих мнений, от неудовлетворенности. Там столько всего, и когда потихонечку начинаешь это все разбирать и капать, иногда вот так вот прям, знаете, волосенки начинают шевелиться. Это архетипы наши, где наша женщина, она вот эта гром-баба-сахарница, которая пока не добьет, не выпустит. И мы этого не осознаем. У нас слабые мужчины, которые превращаются в тиранов, потому что мамка боялась отпустить, чтобы папка не бил, потому что своего мужа, а его папку терпеть не могла. И много-много вот этих заковык, с которыми, если мы не сможем или не захотим разобраться, жизнь будет переповторяться у каждого из нас. Почему знать себя — это лучшее, что вы можете себе позволить? Для того, чтобы не совершать тех стрессовых ошибок, которые приводят к огромному количеству разочарований. А разочарование — это что такое? Это то, что мы хотели и ожидали, и то, что мы получили. Это требование наше к миру, но оно чаще всего необоснованное. Вечные перекосы, вечные поражения, вечные вот эти психологические расстройства. Мы не особо дееспособны, мы не можем выстроить свою жизнь, потому что не знаем, как. Но очень хочется. Но если очень хочется, тогда нужно учиться, как. По крайней мере, в этом хотя бы немножко разбираться, хотя бы в своей семье, чтобы не создавать вот это бесконечное напряжение, которое разрушительного, для каждого человека, находящегося в этом пространстве. Услышьте меня, пожалуйста. Это очень важно. Это безопасность. Это ваше эмоциональное, психологически-эмоциональное состояние. Это ваше здоровье. Это ваше взаимоотношение. Это ваша перспектива. Это ваш внутренний радар, который читает опасно, не опасно. И если в доме становится опасно, то все остальное отключается. А если в доме безопасно, то на тему внешней среды можно пообщаться. Главное, на основании чего. Чтобы язык был понятен, и инструменты или структуры были понятны и просты. Тогда можно справиться со всем на свете. В противном случае мы будем подтупливать, мы будем негодовать, мы будем выдавать какие-то такие стереотипные, инстинктивные реакции. Кто-то спать, кто-то заедать, кушать, кто-то гадить, кто-то вампирить, кто-то еще для того, чтобы просто выжить. Почему первое? Первое. Если вы идете не туда, начинаются неприятности. Обрушается все. Значит, точно конец тому, что было на сегодняшний момент. И тогда нужно понимать, или вы это сейчас быстро запускаете, спокойно, и что-то до этого было вашим желанием, вашей идеей, и вы не прекращая выходите, тогда жизнь попустит. Если шеф все пропало, и кто-то в этой ситуации виноват, будет разруха, и будет очень-очень много неприятностей. Мы пошли не туда, потому что не знали, никому не интересно, потому что не понимали, потому что не выполняем те задачи, которые для нас актуальны, важны, особенно для женщин. Они должны быть выполнены, потому что они внутри, знаете, как детонаторы сидят. Но вот как это сделать? С кем это сотворить? Вот это и вопрос, это стратегия. И если раз не получилось, нужно сделать ошибку, работу над ошибками обязательно. В противном случае будет первый, второй, третий, пятый, десятый, двадцатый, пока не утомимся. Но безрезультативно, и компенсация опять возвращаемся к тому, счастья и здоровья. Продолжение следует...